нету так так далее нету разума александра сергеевна слушайте у меня список далее кто ко мне ходит а ходит те которые записались не ходят значит напишите мне вот сюда потому что внешность познакомиться как я буду обращаться так мы сразу еще в связи с тем что у нас 8 попадает на пятницу 8 марта замечательный праздник лекции не будет вообще общий то курс ну достаточно такой плотный можем ли мы с вами договориться чтобы 1 марта сейчас за девочки запишутся аккуратно пишите просто и все себе с можем договориться с вами чтобы следующий раз мы две лекции с вами прочитали послушали это будет 1 марта лекция одна будет но сейчас скажу по объектам сближающимся с землей ну и 2 тоже в принципе по ним но уже такая она будет сводная я пригласил еще специалиста кстати из гаиш который расскажет профессионально по по вопросу это очень известный у нас вы наверняка его видели знаете но не знаете что он действительно специалист россии наверное номер один по этому вопросу владимир васильевич бусарев по спектральному исследованию стероидов то есть как мы можем понять из чего сделан стероид вот так скажем по простому хотя там это слишком просто понятно значит можем ли мы алексей сергеевич вы глубоко задумались поэтому если мы начнем в это время мне почему сказал мне елена васильна или начнула сказала студент все равно почти не обедают но вы тогда вы мне только скажите потому что мне нужно тогда и и владимира предупредить и как-то да договориться я просто чего опасаюсь что мы самое интересное вот вводная часть проходим а самое интересное времени останется у него потому что мы должны в мае где-то уже закончить сюда когда считаешь ориентировочно 17 лекции вот одна только прошла ну понятно что мы просто не вписываемся где-то да и исходя из того что еще от праздники отрывают подумайте ваш телефон мой телефон у вас есть ну вы вы можете да так обсудите между собой нас еще недели впереди вот за эти дни но только мне нужно быстро предупредить тоже у него там будет на 40 минут примерно на 30 ставка но я очень хотел бы чтобы он рассказал вообще мы с вами договорились как что время от времени я приглашаю специалистов в частности одна из лекций в марте 22 скорее всего марта вот как мы с вами сейчас договоримся будет лекция называется современная небесная механика и объекты сближающейся землей вам читали классический курс небесной механики но много интереснейших вещей современных таких я бы сказал даже захватывающих вот такое впечатление что в курс вам не попало ну и это может быть мое ошибочное когда я просто так бегло посмотрел ну например вся эта динамика резонанса резонансных возвратов интересная очень вещь как какая живая и дышащая и очень я бы сказал неспокойная наша солнечная система это очень интересная система очень сложная динамически и и читать будет эту лекцию тоже наш известнейший специалист седоленко владислав викторович из и пм института прикладной математики ну естественно какие-то вводные слова всегда говорю мы так с такими вкрапления все записали так а мы сейчас отметим кто пришел я вредный до жути спрашивает кто пришел ну давайте значит далее у нас здесь естественно разумка константиновна так ну наши ребята зиновьева вера андреевна вы шо и дарья популярное имя дарья дарья дмитриевна вы так вот так девочки спрятались у нас так нет 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 простите вы мне говорили что посмотрим договорились как ваши ребята ну назовите себя до лозовик есть да есть есть лозовик и соседка ваша я я чувствую потом сделаю анастасия дмитриевна а чужая снасти называла как-то не откликнулись тогда отлично хорошо вот нас далее есть настя есть можно составить уже популярными развяз не отметил конечно да да и пришла и вообще к александр сергеевичем и александра сергеевна испытываю особое если кто-то кстати тест кто-нибудь загружал первую лекцию себе никто молодцы но вы в конце будете загружать там я специально это я легко бы проверил потому что вместе с этой лекцией там есть небольшой стишок загружен он посвящен делу просветительства и контактом просветителя и вы все просветители будущее или уже настоящий контактом просветители со средствами массой информации мы во время наших шуточных упражнений развлечений на школе вот всякие придумывали вещи вот это такая песенка посвящена взаимоотношениям средств массой информации и просветители астрономов проверил проверил никто не загрузил она останется потом посмотрите если захотите а мы с вами начинаем курс значит я на прошлой лекции сказал что по причинам организационным мне очень хочется чтобы здесь по космическому мусору был человек который ведет непосредственно наблюдение и в данный момент ведет наблюдение но не данный момент в эти дни поэтому мы начали с астероидного блока это блок 3 этих лекциях и вот он здесь так и обозначен он основной блок по длительности не основной по содержанию наверно тоже вас можно сказать основной блока называется астероидно-кометная опасность значит тема это и популярная даже чересчур популярна иногда даже скандальная но если говорить про те же самые сми но и в науке тоже последние 20 лет может быть чуть больше большое внимание деляется тематике она вот за эти 20 лет уже давно стала не только чисто фундаментальной такой академической и раньше об этом думали но и очень имеет очень выраженный прикладной аспект выраженный приклад вот эти книги которые здесь такой последовательности листал очки у меня каши нету ну ладно руками буду ничего если я буду вот так показать а вот 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 так вот нет нет не достанешь туда неважно вот в этой последовательности а можно здесь погасить свет потому что у вас контрастность плохая посмотрите девочки как вот этот цвет погасить он здорово контрастность платит ну лучше да вот эти книги были посвящены проблеме стероидно-кометной опасности и выпущены в нашей стране естественно за рубежом много книг на я с прежде всего лайсна эти показываю что в россии интерес этой тематики в общем то уже насчитывает несколько десятков лет по крайней мере 20 точно они разноплановые первая книга стероидно-кометная опасность была выпущена когда еще институтом прикладной астрономии тогда еще это называлась институт теоретической астрономии в девяносто седьмом году появилась книжка мало известная и совсем не распространяю низ просто не распространявшийся продаже не было и астероидная и сейсмическая опасность института динамики геосфер института физики земли ну понятно тут сейсмик а затем популярная книжка угроза с неба выпустил наш институт сборник эфемеридной астрономии как ни странно был посвящен почти целиком астероидно-кометной опасности это опять институт прикладной астрономии я вот так иду институт динамики геосфер выпустил, тогда это была очень интересная книга, «Катастрофическое воздействие космических тел». Я почему всех называю, в библиотеке они есть. Значит, в 2010 году мы собрали большой коллектив, и вот мы с Лидией Васильевной Ирловой образовали этот коллектив, написали книгу, она точно есть у вас в библиотеке, я сюда дарю несколько экземпляров, и выпустили книги «Это астрономические основы проблемы». То есть там рассказывается довольно детально, в частности, даже то, что есть в этой лекции, «Малые тела, солнечные системы», про технологии, про разные и прочие, в меньшей степени касается, скажем, или даже не касается каких-то аспектов, связанных с противодействиями, такого рода угрозам. Ну, естественно, технология, та, которая была на тот момент, она очень сейчас быстро развивается. Государственный ракетный центр ГРЦ Макеева выпустил вот эту книжку, называется «Ракетная концепция системы противостероидной защиты Земли». Она посвящена естественной технике ракетной, то есть, что можно применять из ракетного вооружения, если это необходимо. Ну, немножко перекошена именно в эту сторону, и немножко плохо вычитана, потому что, когда читаешь, там все время натыкаешься на плохую вычистку, немножко раздражает. Но, тем не менее, это просто показатель того, что наши военные, это военная организация ГРЦ Макеева, ну, все эти знаменитые ракеты военного назначения, в основном оттуда и вышли, проектировочно, тоже об этом думают. Ну, и последнее издание, оно было выпущено, значит, я опять собрал уже на новом уровне, потому что проблема быстро меняется, развивается, группу на графе, но редактор мне там не поставили, меня выкинули из редакторов, потому что здесь, если вы сможете в том прочитать, здесь редактор, но зато это уникальная книжка. Здесь редактором является министр, министр Пучков, тогда был министром ЧС. Был какой-то юбилей, и они сказали, слушайте, ну, книжка хорошая, мы должны, поскольку они платят за издание, они поставили вот это имя. Я не уверен, что он читал, но спасибо, что дал деньги на издание. Значит, в этой книге в основном отражаются, уже произошло черепинское событие, и уже здесь это все освещено, потому что как это есть, и аспекты, которые крайне редко встретишь, аспекты, описывающие действия министерства в, вот, меры там, гражданской обороны и какие-то такие, довольно интересные. Я читал все эти материалы, приводя их в литературный вид, потому что, ну, понятно, протоколы сухие, они не интересны, надо, чтобы... По крайней мере, вот это и есть. Значит, а что я могу сказать? Здесь тоже есть, конечно, вот такие информационные вводные части, или некоторые поглубже есть, особенно то, что касается, скажем, последствий входа в атмосферу крупных тел и их распадов, взрывов, как в атмосфере, так и на Земле, так и под водой. Вот здесь описано довольно детально, ну, поскольку это вот последствия, это важная тематика. Эту книгу, тот, кто мне, мне, Алексей Сергеевич, даст список адресов, я просто разошлю PDF-файл. Самое простое, даже в библиотеке искать не нужно. С этими сложнее, книжками, но здесь уже, поскольку я сам уже совсем занялся по-современному, просто PDF-файл и всё. Так что, хорошо, Алексей? Хорошо. Или мне сказали, что вам только нужно по имени-отчеству обращаться. Я не знаю, почему, можно вообще Лёжа, Лёжа, и так далее. Ну, ладно, хорошо. Хорошо. Вот лекции блока 3. Чуть-чуть, возможно, какие-то изменения, это зависит от нас с вами. У вас могут появиться дополнительные вопросы, интересы и так далее, но, в принципе, базово не такие. Это малые тела Солнечной системы, тоже немножко вводные, но посмотрите, насколько она вводная. Это сегодня. Затем объекты с ближайшейся Землёй. Мы сужаем круг интересов и занимаемся теми объектами, которые действительно столкновительно могут быть опасными для нашей планеты. Основа метеоритики. У вас читали что-нибудь хотя бы по метеоритике когда-то? Не помните? Я думаю, это будет интересно, потому что метеориты – это вещественные свидетельства, вещественные такие вот, я бы сказал, не лаборатории, а предметы, которые позволяют нам судить о том, из чего сделаны те объекты, которые сближаются с Землёй. Понятно, что если метеорит, он точно сблизился с Землёй, да ещё как. И откуда происходят вот эти САЗы, объекты, сближающие с Землёй? Лекция, о которой я говорил, современная небесная механика. Мне самому она очень интересна. Я же в большей степени астрофизик, небесная механика, общий образователь у меня вещей, я знаю их, но мне бы хотелось получше разобраться в деталях вот этих самых резонансных возвратов чрезвычайного полярного тела, вообще резонанса в Солнечной системе. Я вам сказал, что она вся живая, она всё время дышит, и вот резонансы играют огромную роль в Солнечной системе, причём на коротких шкалах времени, не какие-то миллиарды лет, а сотни тысяч и даже меньше, и картина всё время динамически меняется. Она очень интересная картина. Насчёт обнаружения, мониторинг, это касается в большей степени, а как мы наблюдаем эти, а как мы их орбиты понимаем, а как они понимаем, что они столкновительные, какие техники, какие средства, как наземные, так и космические, естественно, с обзором, и вклада России, и того, что у нас делается, и где вы можете участвовать, ну и в России, и за рубежом. Оценка риска, вероятность столкновения и последствия, то есть понятно, о чём речь идёт. А методы противодействия, наиболее часто тема, которая миссируется с журналистами, а вот давайте, как мы собьём там или не собьём, да нет, мы рассмотрим это с научной, спокойной точки зрения, но тема очень интересная, навалом физики, что называется здесь. Ну и это совместно с блоком по мусору будет тема, которая включает в себя центры данных, кооперация, правовой опрос и работа. Я пока тут не включил, то есть вот помните, где, если вы захотите этим заниматься, где можно продолжить либо исследовательскую, либо просто работу. Это для вас, как стоящих на пороге в эту самую жизнь, это важно. Вот такая. Значит, мы начинаем с первой лекции, поскольку это блок 3, то вот она так и называется 3.1. Они все примерно одинаково там нумеруются, чтобы вам было проще разобраться. Потом, когда вы скачаете, у вас будет просто некая учебная посудия в виде вот этих самых. Я специально часть текста давал просто вот сюда, чтобы вы могли не просто картинки посмотреть. По картинке я могу рассказать много, но вы, во-первых, не успеете записать, зато успеете забыть, а вот когда у вас будет... Вы, по крайней мере, основные положения вспомните. Ну, в некотором смысле, как учебные или какой-то еще. Давайте начнем с самой простой картинки. Ну, одной из картинок, которые представляет нашу Солнечную систему. Конечно, скачена из интернета. Я чуть-чуть ее подправил. Лень было самому рисовать. Ну и зачем, когда это есть уже. Значит, Солнечная система. Вы видите здесь шкалу. Она практически логарифмическая. Жалко, что у меня указки никакой не надо было взять с собой. А, с вами. Длисталки-то здесь нету. И помните, там третья кнопка. У вас есть, да? Вот. Это логарифмическая шкала, поэтому... Да, спасибо. Третья кнопка сверху. Да, нормально. Ну вот, она здесь, вот это одна астрономическая единица. Здесь уже 10. Это уже все. Здесь где-то Юпитер. Ну, здесь уже, в принципе, граница такой классической, что ли, Солнечной системы. Но мы видим, что она продляется до 10 пятой астрономических единиц в современное представление. И основные объекты показаны. Мы еще раз повернемся здесь. Значит, это вот классические планеты Солнечной системы. За ними, за Нептуном, за Плутоном пояс Койпера. И дальше начинаются структуры. Мы чуть подробнее их посмотрим. То, что вот на самых внешних краях называется так называемое облако Орта. Все вы про него слышали. Это уже не плоская составляющая, а сферическая. Ее никто не наблюдал. Это теоретическая картинка. И можно догадываться, как догадался в свое время Орт, о том, что приходят кометы с очень, скажем, вытянутыми орбитами по гиперболическим орбитам. И они могут прийти только из очень далеких мест. Понятно, что гиперболическая орбита вот отсюда. Эта картинка мы ее немножко для самого бодного показа, а потом уточним и все увидим. Так. Вот все. Теперь значит планеты. Мы говорим, что Солнечная система, ну, Солнце, центральная звезда, планеты. Есть так называемые, вот сейчас мы прямо по документу ИАИ, то есть Международного Астрономического Союза смотрим. Значит, определение группы объектов это планеты. Так, вот они здесь. Группа карликовые планеты, то есть планеты, но небольшие, и то, куда был смещен там Плутон в свое время. Карликовые планеты, и вот все остальные, мы в основном на этот упор делаем, вы это знаете, все прочие объекты, обращающиеся к кругу Солнца, за исключением спутников должны быть присоединены к малым телам Солнечной системы. Это документ 2006 года, резолюция решения масс. Значит, вот, первое определение малых тел Солнечной системы, вот они все. А в сноске, вот здесь, в сноске, видите, это, как бы, поясняется, что это такое, это большинство астероидов, большинство транснептуновых объектов, кометы и прочие малые тела. Почему большинство? Потому что вот в эти же самые объекты попадают, самые крупные из них, их называют карликовые планеты. Ну, понятно, что Церева, там, скажем, с диаметром тысяч километров уже относится к карликовым планетам. Хотя, можно назвать ее астероидом, впервые она была открыта именно как астероид. Понятно с определениями. Значит, кажется, что понятно. А сейчас посмотрим, что дальше. Значит, малые тела Солнечные, это тоже картинка взятая, это показал откуда, из интернета. Они, варианты есть, но в принципе так. Вот за пределами Юпитера, то есть во внешней Солнечной системе, объекты, вот эти малые тела, есть так называемые кентавры, не то астероиды, не то кометы, с высокими, видите здесь, наклонениями, с довольно большими наклонениями, то есть нет, не плоская составляющая, такая раздутая, но достаточно малонаселенная. Здесь характерные представители Херон и так далее, а вот за пределами Нептуна, красным, выделен, плохо немножко видно, я прочитаю, это так называемый поиск Койпера. Здесь он уже выглядит немножко как бублик, то есть наклонения все-таки ограничены, и в пространственном плане тоже такое вот компактное образование, которое имеет свою структуру, достаточно устойчивую, именно из-за воздействия, гравитационного воздействия планет, то есть вот то, что я говорил там про сложные взаимоотношения, иногда это разбросанные структуры, иногда это плотное, компактное, как бы то, вот бублик, вот этот поиск Койпера. За поиском Койпера начинается зона, которую называют скаттер-диск, рассеянный диск. Это тоже, опять же, зона не плоская, то есть здесь наклонения объектов могут быть любые, дистое, каменисто-дистое тела, то есть можно сказать кометообразные, кометообразные тела, и вся вот эта зона, значит, ее называют транснектуновые объекты. Вот мы с определениями чуть-чуть продвинулись дальше. Есть логические диаграммы, диаграммы Эллера, вы можете легко в интернете увидеть такую картинку, как классифицируются малые тела Солнечной системы, из них три класса объектов имеют определения данные Международным Астрономическим Союзом, остальные нет, но тем не менее какие-то определения. Значит, здесь вы не увидите слово астероид, вообще, а увидите minor planets, малые планеты. Традиционно, изначально, астероиды называли малыми планетами, и так это название осталось, и даже в названии главного центра информационного по малым телам Солнечной системы, больше всего по астероидам, и больше всего, так и называется minor planet center, не астероидный центр, minor planet. Вот это вот астероиды. Вы видите, здесь перекрытие, ой, что ж такое, как только, вот так, перекрытие, есть планеты, карликовые планеты с перекрытиями, малые тела Солнечной системы, все, что не планеты и карликовые планеты по определениям масс, как мы видели. Ну и, в общем, в этом нужно разбираться и можно критиковать. Конечно же, схема несовершенна, но это способ как-то систематизировать вот то сейчас многообразие, весь этот зоопарк, тел в Солнечной системе такое есть. А вот теперь с астероидами. Ну, то, что я говорил, что их называли традиционно малыми планетами, до сих пор называют, но, тем не менее, термин астероиды крайне популярен, а как он интерпретируется в разных источниках, чуть-чуть по-разному. Вот, например, наш источник светлого, доброго, вечного, всех знаний, Екипедия, вот так пишет, что это малые планеты, особенно во внутренней Солнечной системе. Ну, хорошо. А энциклопедия Британика, такое солидное издание, в котором пишут ученые с мировым неименем, ну, вот здесь один из них указан, ТДС-кабин, астероиды, также называемые малыми планетами или планетоидами, значит, это малые тела, примерно там до тысячи километров или меньше в диаметре, которые в основном вращаются вокруг Солнца, между орбитами Марса и Питера, образуя почти там плоский диск, который называется астероидным поясом. Вот, среди ученых тут группу выделяют этих планет и так далее, вот такое длинное обознавание, длинное, и в конце значит, что такие объекты обычно их называют астероидами, астероидами, вот длинное, длинное такое вот описание. Если мы в нашу большую российскую энциклопедию в отечественный источник занырнем, то увидим, что астероиды малых планет и небесные тела, движущиеся вокруг Солнца политическим, так написано, орбитам, отличающиеся от больших, но нет, малыми размерами. Значит, интуитивно мы представляем, что такое астероид, как нам кажется, а вот с определениями, ну выбирайте любой, мы сейчас остановимся на неких рабочих определениях, чтобы потом уже не прыгать по всем вот этим. Такая же история с остальными телами, комета, например, вот смотрите, определение кометы по Международному Астрономическому Союзу, ну в принципе, это наш главный орган, он должен задавать всю эту терминологию, чтобы потом мы не путались. комета, тело сделанное из камней из-за льда, типично несколько километров в диаметре, значит, кометы могут проходить вокруг Солнца, ну и так далее. Вы все это читаете, у вас хорошо видно там с задних, да? вот такое вот, немножко детское, но похожее, то есть мы понимаем, что это что-то такое, вот такая вот комета. Опять же, та же энциклопедика Британика, опять классики по кометам Вайсман и Дельсен пишут, что небольшое, малое тело, обращающее круг Солнца и состоящее в значительной степени из летучих. А астронет, поскольку я же в ГАИШе нахожусь, астронет, он ведется в основном сотрудниками ГАИШа, астронет дает такое определение. Малые тела Солнечной системы между астероидами и метеорными телами, движущиеся по сильно вытянутым орбитам и скаменяющие свой вид в приближении к Солнцу. Значит, все какие-то вот такие абсолютно четкого, строгого определения нет, но в целом они создают понятие, что такое комета. Здесь упомянут и метеорные тела. Ну, вообще говоря, лучше говорить метеороид, а не более такое правильное определение. С метеороидом еще более сложная ситуация определения метеороидов. Значит, международная метеорная елки-палки, как только нажал чуть-чуть, вот так. Международная метеорная организация здесь сверху определила интересное определение, 61-го года. Мне нравится такое. Метеороид – это твердый объект, движущийся межпланетным пространством, размером значительно меньше стероида, но значительно больше атома. Вот так. Замечательно. Вот это определение. Ну, естественно, что он не слишком строгий, четкий, понятный. И дальше начали обсуждать. В течение ряда лет обсуждалось. вот эти авторы «Вечи стил», они привели много примеров, когда путали профессионалы, путали понятия метеороид, метеорит и так далее. Они приводят примеры, довольно забавно смотреть, даже «Метерный ливень» и так далее. и выдвинули такую формировку. Значит, метеороид делал диаметром от 100 микрон до 10 метров. Нормально, уже более-менее. А последнее, более свежее определение, вот Робин и Гроссман уточнили определение, они взяли от 10 микрон до 1 метра. И наименьший из когда-то обнаруженных астероидов в абсолютной величине, мы к этому еще вернемся, к этой яше, то без нее никуда не деться, вот этот астероид имел размер 1 метр. Он был определен как астероид. Хотя для меня было как-то тоже удивительно. Ну, что такое 1 метр? Вроде бы как-то не солидно для астероида. Ну, вот так он был классифицирован как астероид. Из практики. Объекты меньше метеороидов классифицируются как микрометеороиды и космическая пыль. А вот центр малых планет, о котором я говорил, наш мировой центр, он вообще не использует термин метеороид, опасаясь вот этих самых разночтений и, ну, скажем так, разной трактовки понятия. А мы сейчас опять вернемся к Международному странническому союзу. Он издал вот такой документ, определение, вы можете на сайте МАС посмотреть, определение, что такое метеор. Мы, да елки-палки, здесь неудобно, конечно, эта эргономика. Я привык право-лево, знаете, когда с листалочки право-лево там листаешь, а тут как нажмешь право-лево, так и выключается. Метеор это явление, световое и прочее явление. Я на водной лекции говорил, что метеор это не объект, это явление, сопровождающиеся движением какой-то малой частицы в атмосфере, разогрев, свечение и так далее, и так далее. Крупный метеор называется болидом. метеороид вот это собственно тело. И по определению Международного Союза это тело размером примерно 30 микронов до 1 метра, движущиеся из или уходящие в межпланетное пространство. Так написано. Определена пыль, определен метеорит, метеорит, мы вам уже говорили, что все-таки объект, который выжил вот эту фазу прохождения в атмосфере и попал на Землю и скажем он там найден или там есть два вида метеоритов, мы об этом потом скажем находки и падения. Падение это значит вы увидели что тело какое-то летит, то есть с этого гнезароэкспозицию тут же нашли находки, ходили-ходили и нашли опа в пустыне Гобель лежит камень там 60 тонн оказался метеорит. Ну примерно так. И даже метеоритный след, вот то что здесь определен с метеоритный смог, это метеоритный след или метеорный след, и вот так называем это след, это вещество, это пыль, ну вот помните знаменитый след Челябинского метеорита, который в атмосфере остался, он состоит из того вещества, испаренного из метеороида. Ну и вот так, значит вот определение, почему это, да, вот последняя статья на эту тему, она примерно придерживается вот этих же самых, Тоборовичко, тоже известный наблюдатель болидов из Чехии, он написал статью, то есть даже на эту тему пишутся статьи, до сих пор какая-то вот такая ситуация не очень понятная с определением вот этих понятий, я повторяю ту картинку, которую вводной лекции говорил, чтобы если вы будете рассказывать потом кому-то из прессы или своим знакомым, родителям, чтобы не путали, что болид это явление, метеор это явление, а тела метеороид, конденсационный свет, это тот самый смуг, ну и метеорит это то, что там доходит до поверхности, выживает эту фазу прохождения, вот еще раз я повторил, значит, вот эту самую картинку. А рабочее определение, в дальнейшем что мы будем использовать? будем вот примерно такое использовать, астероиды, если по размеру это примерно от одного метра, может быть даже и десять, вернее до, от и больше, кометы, то же самое, только меняется по составу, а метеороиды, ну где-то там, может там 30 микрон, назовем 100, неважно, это примерно, значит, вот примерно такие, вот наши характерные, вот дальше, когда мы будем употреблять эти термины, будем иметь в виду вот такие, эти наши рабочие определения, которые опираются на предыдущие вопросы. Понятно, что столкни, но, допустим, тоже он, наверное, может быть больше, чем один метр. А вот смотрите, да, метеороид, то есть тонкость состоит в том, я разговаривал с классиками вот такими самыми и говорю, ну вот смотрите, ну летит тело, как раз Челябинский пример приводил, вот не сказали так, если бы он был обнаружен на подлете, то он был бы астероидом. Его обнаружили, астероид это звездообразный, то есть быстро движущееся тело, какое-то звездообразное, точно, если бы точный перевод. А вот поскольку он не обнаружен, то он метеороид. Вот, астероид это относится к тому, как выглядит объект. А как выглядит, значит, мы его уже наблюдали. Поэтому так. А есть тела, которые, например, TC3, астероид, который размером всего 3 метра, но он был обнаружен до того, как летел атмосферу, примерно за 27 часов. Это было случайно, но он был обнаружен, он был прослежен, весь путь его был прослежен, вход в атмосферу был прослежен, экспедиция, которая приехала, она фактически очень быстро нашла его на территории Судана. Вы помните эти картинки, как в пустыне его поднимали, вот уже то, что там долетело. А 3 метров осталось мало, ну это понятно, на сфере. Но тем не менее, вот он уже астероид, и попадает в астероидный список. А черепенское тело не попало, потому что его не наблюдали. И такая тонкость есть тоже. Поэтому я говорю, мы сейчас пока используем рабочее определение, а дальше едем. Ну и как всегда мы договорились, как на вводной лекции, что если мы о чем-то будем с вами вдруг говорить, и вы придете еще на зачет, то все, что нужно здесь знать, что границы вот эти вот довольно условны. Ну и нужно каждый раз так внимательно просто относиться, что имеет автор в виду. Вот все. Я с метеороидами вообще встречал самые разнообразные представления, кто что пишет. Всегда нужно смотреть, а что имеет в виду, а какой размер, какой-то и так далее, и так далее. Значит, едем дальше. Эту картинку вы видели. Ясно, что в вводной лекции, которая была в некотором виде суммарная лекция по всем нашим. Значит, это картина с северного полюса нашей Солнечной системы. Мы смотрим внешний круг орбиты Юпитера. Называется все это внутренней Солнечной системой. Ну и вы уже знаете, что вот этот зеленый движущийся, это представление пояса, главного пояса астероидов, а красные – это те объекты, которые называются объектами, сближающимися с Землей. Ну и орбиты Земли показаны таким жирной белой линией. Астероиды, значит, у нас зеленые, объекты, сближающиеся с Землей, красные, а кометы синие. Мне очень нравится этот кадр, который сделан был в центре малых планет, поскольку он отражает реальную динамику. Ну то есть, не просто картинка, нарисованная художником, а взятые буквально конкретные тела, взятые их элементы орбит, и это движение промоделировано в таком виде. Причем все получилось так, сжатая картинка. Если вы будете показывать когда-то там лекции подобные, обязательно опирайтесь на нее, потому что наглядное представление сверху, с динамикой, не просто со структурой, с динамикой. Ну вот, мы начнем это предварительное определение, вот такое, оно будет еще повторено, на следующей лекции мы этими объектами будем заниматься. Объектами, сближающимися с Землей, называть те, у которых переделение расстояния меньше одной из трех десятилетий. десятых астрономической единицы. Ку обозначает переделение расстояния. Это могут быть астероиды, могут быть кометы. Если это астероиды, их называется АССЗ, астероиды, сближающие с Землей, ну и, соответственно, кометы. Вот это определение, чисто такое очень простое, понятное. На следующей лекции мы уже поговорим об этих объектах серьезнее. Сейчас пока даем общую картину. Статистика астероидов и кометы. Я просто заглянул в центр малых планет и сделал такой кадрик, снапшот с сайта. На 12 февраля картинка выглядела так. Значит, всего малых планет, считай, астероидов открыто было почти 800 тысяч. Из них нумерованные, то есть уже занесенные в каталоге с подтвержденными орбитами, вот 523 тысячи, это число очень быстро растет. Если вы посмотрите динамику, буквально вот так вот нарастает. Почему? Много сейчас инструментов, даже любители ходят и стоят на программах обнаружения астероидов даже довольно приличные любительские инструменты и дают, открывают и открывают. Астероидов много, сколько? Чуть-чуть попозже мы узнаем. Поэтому еще, если кто-то захочет заняться открытием астероидов, а я скажу в каком-то, в каком смысле это может быть даже и интересно и даже выгодно, то значит впереди еще много чего. Здесь же указано количество комет. Обратите внимание, это всех комет, которые были за это время, за время исторических записей, то, которые есть. Вот они, их примерно 4 тысячи. К статистике мы уточним. Понятно, с чем мы имеем дело. Я несколько раз упомянул вот эту организацию, Центр Малых Планет. Эта организация, это действительно Центр Малых Планет преследовательский, поддерживаемый Международным Астрономическим Союзом, и работает под эгидой МАС, оплачивается НАСА, то есть Космическим Агентством США. Находится в Балтиморе, и ну, в общем, рядом МТА, рядом Центр Малых Планет, и так далее, все вот это, Массачусетс. Значит, Центр Малых Планет, официальная организация, и главный, можно сказать, как они говорят, Клиринг Хаус, тот, который дает добро, что вот эти наблюдения, присланные, присылаются со всего мира, действительно, значит, не фейк, это настоящее наблюдение, объект подтвержден, присваивается номер и прочее, когда вы опираетесь на какие-то официальные данные, прежде всего, сюда нужно обращаться. Это самый главный Центр наш. Выпускаются циркуляры, здесь указан его сайт, вы посмотрите, там очень много различных сервисов, интересных на Центре Малых Планет, но это главная наша организация. Мы сейчас пробежимся по нашим телам. Понятно, что с точки зрения космических угроз, скажем, транснептуновые объекты интересны, но не представляют. Что с Землей сближается? Астероиды и кометы. Вот мы эти классы объектов подробнее сейчас рассмотрим. Это фотография, недавно сделанная в аппаратах Айябуса-2, Сокол-2, японского, который подлетел к астероиду Рюгу. Меня поразила эта картинка тем, что, во-первых, видно эволюцию вращательной этого тела, но сам бит его. Вот это какой-то сгусток пыли с камнями мелкой какой-то щели. Жутко похож на предыдущий астероид, в котором летали Итакава. А Хайябуса-1 летал к Итакава несколько лет назад. Это было очень успешная миссия. Впервые удалось взять со стероида клюнуть совсем ничтожные доли вещества. С большим трудом из четырех двигателей ионных на обратном пути три отказали, но на одном двигателе японцы долетели с опозданием почти на два с половиной года и вернулись на землю и в Австралии на полигон сбросили вот эти контейнеры. Впервые доставленное вещество астероида было на землю. Так вот успех так вдохновил, что они тут же поменяли свою программу, сделали проект Хайбу-За-2 он тоже успешен вот такой. Именно это стероиды потому что они там сейчас продолжают работать? Да, они продолжают работать. Ну вот один из стероидов. Это все живое, поэтому и говоришь, что это живой проект, который удивительно интересный и надо сказать такой пример для нас, потому что вот справляются с такой сложной задачей, как навигация в очень слабых гравитационных полях, посадки на тело и так далее, и так далее, всю вот эту сложную технологическую цепочку вытащить. Но и сам по себе стероид интересен. Он, как же и такаво, показывает то, что столкновение, чуть забегая в сторону, ну это можно, мы же тут свободные люди, что скорее всего эволюция была очень сильно подвержена столкновениям. Выглядит этот, как я предыдущий, как будто столкнулись какие-то два более компактных тела, разлетелась эта пыль, разлетелись обломки, потом из части оставшихся этих тел обломков снова собралось тело, вот как будто он собрался снова. Вот такая основная гипотеза сейчас, по крайней мере, и такава, и есть, что это не монолит, а испытавший уже столкновительную эволюцию. Столкновение в жизни астероидов играет огромную роль. Астероидная номенклатура. Я уже несколько раз вам говорил TC3 и так далее с годами. Значит, договорились, есть довольно четкая сейчас номенклатура, сейчас почти сто лет ее ввели, и она так и сохраняется, то есть оказалось достаточно удачной. Астероид, значит, есть понятие предварительное название и номер в центре малых планет. Это уже, как говорится, для каталогов, для всего, номер, там уже все есть. Предварительное название, оно состоит из года открытия малой планеты и двух букв латинского алфавита, которые могут сопровождаться числовым индексом. Может быть, даже многозначным. Первая буква соответствует номеру полумесяца, в котором произошло открытие. Ну, вот здесь понятно, что мы разбили год, и 24 полумесяца у нас есть на половинке месяца. Исключили две буквы здесь, в английском алфавите, кто помнит сколько букв? Ну вот, две буквы исключили. Одна буква И исключена из-за того, что она напоминает и путается иногда с единицей, иногда с Л латинской Ж. А последняя, ну просто потому, что она последняя была, нужно 24, половинки-то 24, вот исключили И и З. И поэтому астероиды первая буква значит, после года открытия, какая-то вот из них. Например, если я говорил об астероиде TC3, то это очевидно, что вот октябрь, вот мы уже знаем в какое время примерно открывался, то есть первая половина октября. Вторая буква, ну это как бы в данном полумесяце ее номер. Ну мы же используем разнообразную кодировку, скажем, вот например 16-ти речный код, там и цифры, и буквы, там мы можем цифры использовать, можем буквы, вот так вот здесь буквы используются. Но здесь уже взято так, чтобы было немножко покруглее, вот 25 букв взято, опять же, и выброшено из этих, а вот Z уже есть. И вот если у вас, скажем, вы открыли бы этот астероид, что такое TC сначала? Значит, астероид T был открыт в октябре, а C означает, что он третий в октябре, вот в этой половинке октября. Третий, да не третий, потому что там еще есть TC3, так тройка означает вот что. Тройка означает, что перед ним еще нужно 25 умножить на 3. То есть он тогда 75, он 78 на самом деле был открыт в этом месте. Вот поэтому получилась тройка. Если номера нет, то тогда бы чистая была тройка. А если номер есть, то вот эти несколько циклов. Почему это важно? Потому что есть астероиды, у которых трехзначное число. Здесь я привел какой-нибудь трехзначное, может быть, нет. Но трехзначное означает, что в течение полумесяца было открыто астероидов трехзначное число, хотя бы 100 возьмем, минимальное трехзначное число, умножаем на 25. Это означает, что в течение полумесяца было открыто более 2500 астероидов. Вот современная, вот она такая жизнь. Столько их открывается. Резкий рост числа астероидов. Он, конечно, будет ограничен скоро, но, тем не менее, сейчас такая история. ну здесь вот и какие-то примеры приведены и в принципе вот это основное правило мы здесь включена для чего это рассказываю потому что когда вы название видите ну для вас кажется что это имя собственное все на самом деле нет это информация о том когда этот астероид был открыт и вы уже сейчас можете так довольно прилично прочитать и сказать что да я понимаю что это такое следующий вопрос вот смотрим на этот астероид кто знает что это за интересный такой астероид кто-нибудь слышал про него наверное нет хотя ну просто вы очень молодые и для вас еще это скажем какой-нибудь 12 13 год это такая давняя история что что ну надо заглядывать куда она на самом деле давайте мы сейчас посмотрим что это такое вот астероид этот был открыт на испанской обсерватории довольно успешно для сагра открыт в феврале студии по бокам видите да уже читаются здесь все это написано он этот полумесяц тоже был достаточно плодотворный для на открытие по крайней мере 14 цикла по 25 уже прошло перед этим значит открыт и его называли дуэнде а самое главное что 15 февраля 2013 года но давайте сейчас не глядя на экран кто знает что такое 15 февраля 2013 года чем знаменит эта дата все прочли надо было еще сделать такую загадочную за крышечку это конечно челябинское событие так вот в этот же день пролетел на очень близком расстоянии на ближайшем для такого крупного тела вот это стероид он наблюдался наблюдался в гаиш наблюдался в многих местах у вас здесь фильм сделано как пролетает по моему липунова в группе как пролетает этот стероид он наблюдался потому что довольно крупный для такого близкого состояния вот это постирает ему эти астероиды те которые имеют предварительное позначение орбиты которых уже подтверждены так доказаны получает номер на котором я говорил вот сейчас 520 там с лишним тысяч номеров это тела астероиды которые в списке центра малых планет уже все с подтвержденными орбиты и прочими там 200 с лишним тысячи ждут 7 своего вот они летели да они не связаны они летели даже как говорится куда совсем подругу по другим углами по другой траектории тот вообще на ночном небе был а червиновский дневного неба пришел мы еще поговорим нет не связано но если бы он попал в землю этот астероид то конечно него в метеорит остался но не попал пролетел там вот пуля пролетела я 27000 это это близко достаточно уже этот астероид значит оставим оставлен имя для ряда астероидов оставлены собственные имена но исторически конечно вы же помните что сначала все малые тела назывались какие планеты именами там богов там героев из классической например шекспировской литературы и так далее его называют дуэнда это гном карлик домовое привидение я не знаю как и вот здесь но вот этот испанское слово но здесь так и включено и его номер есть дальше едем да конечно да это 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 означает что астероид может быть она же вычленно но официально он еще не значит мы сейчас вот так это хороший вопрос довольно часто мы используем не номера в центре малых планет номера для всякой вот машины обработки удобные эти не совсем удобно такие обозначения но мы часто это предварительное обозначение стероида но тем не менее в жизни чаще всего используется именно не номер тот который а вот это как правило значит все астероиды 700 тысяч имеют эти предварительные часть 500 тысяч уже получила номера это то что называется все уже гарантировано это тоже гарантированный получил свой номер мы его видели этот номер получил но в такой вот в обычной практике и в статьях тоже использую часто вот это предварительное так называемое предварительное название просто но но наглядное да я еще раз говорю в практике чаще используют именно предварительные обозначения стероида хотя этот астероид уже имеет официальный номер так иногда указывает оба но чаще как раз вот это ну просто исторически так получается что вот это прошло открытие нашумел астероид пробежалась по всем и в прессе и по статьям научными прочих номер и потом уже ну уже так и называют ну как как получается почти как почти как собственное имя хотя мы все и собственно или не у всех астероидов есть просто это дело привычки и дело того что уже раскрученный объект и его имя менять на правильный с научной точки зрения и машинный номер уже ну не хочется только это вот теперь как называть малую планету один одна из практических целей этой лекции вы захотите называть в честь ну да кого угодно в честь в честь скажем почитаем вам писателя деятеля культуры политика а лучше в честь вашей девушки или вашего молодого человека назвать астероид как сделать рецепт простой его нужно открыть значит вы наблюдаете открываете стероид направляете центр малых планет предварительно звание выдается потом подтверждение нужны естественно там все проверяет подтверждение что действительно арбита него есть это не случайно это не так далее так далее и вы обращаетесь потом уже когда уже получили номер вот здесь уже предварительно недостаточно нужно номер получить вы обращаетесь в центр малых планет с просьбой и с обоснованием она небольшой там по страничке на английском языке или даже меньше с обоснованием почему вы хотите этому стероиду присвоить такое-то имя значит предлагаемые название правила должны быть не более 16 символов но здесь написано как лучше если это будет одно слово они должны быть произносимы на каком-то языке представьте себе что вы не согласны там поставили и все если они классно еще пропеть можно как полинезий а вот они там любят такие вот а тут уже нет ну латинскими буквами понятно там латинские буквы не обидно чтобы ни на каком языке не было это не так просто что языки разные на одном языке все нормально на другом окажется ай-яй-яй вот ну и не слишком похожие на название там других например у вас есть девушкой допустим она значит красивой девушки из татарии зовут и венеры вы хотите называть назвали астероид венера вот не получится потому что же одна венера есть пример пример вот он приведем значит два замечательных наблюдателя из крымской обсерватории людмила ивана николай степанович черных черных и они как раз были мастера в обнаружении астероидов и до машинной эпохи мы не на следующей лекции поговорим когда астероиды открывались еще с помощью даже фотопластинок вначале вообще глазами и фотопластинок и все это черный даже был чемпионом мира по обнаружению строит он лично открыл 500 с лишним астероидов и довольно много таких вот имен подарил своим скажем коллегам друзьям есть планеты малой планеты высоцкий например и так далее вот то есть это черных как раз подарил владимир семёнович вот такую малую планету и так далее ну вот и на сам это тоже вот эта пара замечательная подарили к сожалению значит милова еще жива он уже ушел но они исключительно у меня было общение с ними исключительно приятные интеллигентные люди просто душа радовалась общаться вот так а сейчас значит вы за вами но смотрите масс международный астрономический союз но и центр малых планет уже все более сдержанно относится астероидов-то много 700 тысяч имен 700 тысяч фамилий или еще чего-то так попытки были 90-е годы лихие когда у нас открытие продолжались были старые открытие еще без имен то есть уже все астероид получил номер он лежит там где-то в банке обращались на моей памяти обращались например в центр малых планет не очень скажем социально ответственные с пониженной социальной ответственностью и астрономы тоже бывают обращались центр малых планет с тем чтобы называть астероид а потом выяснялось что это крупный бандит в питере меня объясняет например директор зачем вы сделали так зачем это посылает это же бандит а он дал нам деньги на новый компьютер вот знаете здесь всегда есть вот такая вот штука я не называю фамилий старшее поколение знает но это всегда есть насколько ты уж слишком таким так тоже нельзя нет не утвердили потому что ну честно говоря мы протест написали что так нельзя делать это не только я это написала целое сообщество на что нельзя этого делать они проверяют они проверяют а что это за человек вышли известный понятно ну понятно что если скажем что я ничего не привели а вот как как какой-то странный были попытки называть например укргаз транспортировка а это к и есть я про него и говорю это все центр малых планет они смотрят чтобы не было одинаковых названий похожих даже сильно не было конечно это мировой центр центр малых планет находится на окраине бостона массачусетс мтай там же рядом и вот это международный центр главный центр мировой под эгидой международного страннического союза говоря платят американцы а только туда все остальное даже вы можете открыть контору по названию там планеты стероиды для себя там зарабатывать деньги но как со звездами делаю частенько но это будет ну чистое надувательство для сторонних граждан для вас большая выгода тоже выбирайте вот сейчас мы основные понятия все-таки вспомним я не вам читали наверняка курс все-таки планетологии какой-то там или там солнечной системы но без этих понятий мы дальше не продвинемся они основные здесь на язык просто какой значит напоминаем формулу боксона вот первые несколько строчек вы уже прочитали тут все понятно а вот третья строчка наверное ее нужно вот и как раз вспомнить третья строчка значит блеск астероида выражена в звездных величинах на расстоянии солнца от солнца r и от земли d обе единицы в астрономической единице выражается вот такой формулы вот такое это некая нормировочный член который что говорит о том что если астероид поместить на расстоянии одну астрономическую единицу от солнца и от земли и еще тут хитрое требование чтобы вот этот коэффициент да елки палки сейчас надо своим может принести читалку чтобы легче было вот этот коэффициент нулюра я думаю сейчас о нем поговорим то вот эта величина и будет называться абсолютной астероидной звездой величиной то есть помещаем на один астрономическую единицу от земли и от солнца а вот почему это сложно вот почему ноль превратить этот коэффициент сложно потому что так вызываемый фазовый угол угол земля астероид солнце вот он угол земля астероид солнце те представьте себе как это вы сделаете фазы в угол означает что если вот вот полная луна например когда мы смотрим на полную луну фазы в угол 0 а потом уже значит соответственно углы будут понятно как так вот если мастера и астероид видим в противостоянии прямо там такой шикарный и и весь целиком как говорится весь этот пол чего-то там билем вот кто-то освещая освещается максимальная поверхность астероида вот это фазовый угол но сами понимаете что трудно увидеть вот у вас как вы поместите астероид на расстояние одностраничную единицу от земли и от солнца какой-то треугольник будет обязательно да а в треугольнике у вас всегда получится что фазы угол не может быть потому что только когда прямое направление от солнца а при этом уже не может быть одновременно и от солнца до астрономической единицы от земли от солнца на 2 будут астрономические единицы правильно поэтому это некоторое искусственное определение по-настоящему такой искусственным тем не менее она для каждого может быть вычислено и вот это стандартная вычисленная величина аж используется во всех разговорах касающихся астероидов мы всегда в литературе встретите если вы говорите не про конкретное наблюдение а просто говорю мы наблюдали астероид такой-то у него аж такое вот это аж абсолютная звездная величина я даже написал здесь что так реально не бывает но тем не менее это полезное полезное приближение скажем так вот блеск астероида ну а в конечном итоге с размером его связано еще с чем-то сейчас мы это увидим вот она очень важно довольно часто путает но тем не менее значит работаем дальше а почему бы это в этот тот угол вот оказывается довольно забавная вещь что если вы вот берете вот эту же луну например да фазу вы смотрите у нее фаза постепенно растущая луна уже близко к полнолунию вы меняете менять эту фазу и вдруг когда совсем уже близко к нулю несколько градусов осталось всего лишь до фазы она вспыхивает вот с астероидами такое происходит вспыхивает становится более ярким это называется эффект оппозиции вот как выражается блеск от фазового угла вот видите вот если бы это было чисто линейно как там написано было бы так а он нет он поднимается причем иногда поднимается аж на 0 5 звездной величины буквально на нескольких внутренних градусов то есть близких к нулю градусов совсем вот это вспышка с чем это связано много всяких предположений теории связаны с тем что освещение что вот эти самые микро какие-то шероховатости поры там на поверхности вот ведь под любым углом вы смотрите вот вас и у вас есть такие длинные колодцы да и вы смотрите вроде бы все они в тени как только вы повернули совсем близко к направлению вот к этому самому это 0 то у вас освещается дно и отражает уже свет как зеркало такое зеркало когда вы берете вот так вот смотрите зеркало в космос выйдете возьмите зеркало и посмотрите зеркало под углом под углом бы вечер там черноту черноту а повернули так чтобы у вас солнце было видно сразу вспыхло что-то такое не все астероида да я рассказываю на уровне скажем приближения вот первым или нулевом а так на самом деле да поэтому нужно наблюдать обязательно не в одном положении а много раз под разными углами для того чтобы вот эту формулу вывести до конца нужно обязательно там лучше несколько десятков наблюдений вот тогда вы можете что-то сделать иначе да вы можете наказаться вот на этом вот здесь приведем классический пример и часто вы можете услышать только профессионала правда часто любите ли нет часто можете услышать такое название hg формула hg это h это уже известно а же это как раз вот это вот штучка вот она показывает вот вот эти вот самые значит прирост в противостоянии в оппозиции прирост блеска неожиданно такой раз всплеск вот этот самый же и типично для астероидов берут если не знают какое же берут 015 но самое интересно что есть же скажем 05 а есть даже отрицательный правда очень мало то есть есть такие стероиды когда обратный эффект совсем мало есть это достаточно интересная и тонкая сфера исследования связанная вообще с оптикой связанные с минералогией связанные со структурой тел то есть поэтому можно сказать из чего состоит тело вот если бы скажем вот была вспышка мы не видели не видели потом раз все вспышка я бы сказал о это зеркало астероид зеркальный ну примерно вот так а вот теперь как найти h мы же говорим что h это такая величина которая характеризует все астероиды мы характеризуем вот наблюдение есть формула боула она классическая на везде приводится и в принципе себя оправдывает оправдывает и вот она значит опять же наблюдаем мы берем в полосе v для удобства полосе v и берем опять та же самая формула а здесь добавляются некоторые функции которые описываются вот то что вы говорите зависимость от фазового угла довольно приближение то есть можно найти наблюдая получив несколько mv лучше несколько получать mv вот этих наблюдаемых звездных величин они как раз получаются легко наблюдаемой звездной величина можно определить h и наоборот если у вас известно h ну скажем вы взяли из каталога астероид там написано h у этого астероида ну например 140 метровый астероид там его h22 а вы хотите наблюдать вашим инструментом вы смотрите где этот h находится в данный момент какие расстояния от земли вот смотрите значит но вот вставляете сюда и определяете вы будет таким так и смотрите доступно это вам или недоступно для наблюдения просто по проницающей способности инструмента понятно алексей у вас задумчивый битвы так нет же же для данного астероида она не в некой да если вы несколько раз пронаблюдали вы определите же да ну или один раз хотя бы но это это нужно несколько наблюдений сделать потому что вы должны предыдущий кривую построить вот на предыдущий нужно прям чтобы полностью мы вот видите здесь сколько наблюдений да 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 вот мы эту кривую должны построить только тогда мы можем сказать какой же а если по одной точкой вы ничего не сделаете понятно вот так ну по этому тоже да правильно вот здесь написано что есть астероиду которых обратный эффект никто не понимает почему кто хочет заняться этой проблеме пожалуйста почему же вдруг становится отрицательным то есть он в противофазе то и не противофазе в оппозиции даже немножко тускнеет но таких очень мало в основном они все вот такие вот повышают у нас недавно был доклад из харькова харьков очень сильный цитата по изучению стероидов докладывал молодой человек с люцарев нужен такой известный вот он показывал астероиды как раз с нулевыми даже с отрицательным же ну их очень мало в основном это все такой подъем поэтому форму еще раз говорю называется hg ну вот она вот можете называть вот эта формула вот это hg это на таком языке понятно о чем идет речь сразу на профессионально как измерить диаметр стероида но естественно что мы в смысле вот этого контекста проблемы космических угроз должны знать какой размер этого стероида диаметр определяет многое диаметр можно из по несколькими путями здесь два значит h вот эта величина конечно зависит от альбеда термин альбеда я поясню чуть-чуть вы понимаете отражательной способности стероида если мы знаем альбеда обычно но буквы п малой обозначается то можем вычислить диаметр вот в этой форме понятно альбеда вам не говорили а вот следующий следующий слайд и как раз про альбеда бурки как мы альбеда мере значит альбеда берется но мне нужно было какое-то последствия поставить но я сначала драма поставил что вы у меня спросили аж а как мерить альбеда и потом я скажу а вот он вытаскивает этого кролика и шляпа значит допустим мы знаем альбеда тогда мы получаем вот этот диаметр если мы альбеда знаем плохо то мы ошибаемся в диаметре все понятно здесь и такие ошибки могут быть достаточно серьезные потому что альбеда отражательная способность астероидных тел меняется в очень широких пределах от двух процентов кто-то даже пишет там чуть ли нет одного но это уж совсем странно 2 процента это вообще сажа уже 2 процента до 50 и даже больше процентов это уже почти зеркало совсем вот вот такие альбеда у астероидов у комет старых комет участие это комета то конечно повыше вот если мы знаем альбеда сейчас мы проведем расскажем ну и второе это непосредственно измерить диаметр то есть если астероид совсем близко то при разрешено при хорошем угловом разрешении мы можем даже с помощью микрометрических методов изображение получить и поверить ну тысячи километров например астероид да если он на расстоянии церкви там две страницы единицы но тысячи километров уже заметно для самых скажем так разрешить с высоким разрешением тысячи километров уже можно разглядеть это микрометры но есть еще более интересные способы измерения давайте мы к ним еще придем потому что те методы позволяют не только размер измерить но и форму вот когда про форму будем говорить а сейчас вернемся по вашей просьбе к альбедам значит здесь все просто у вас на тело попадает поток излучения он частично рассеивается а частично переизлучается то есть что то есть переизлучается ну солнечное излучение попадает на тело 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 нагревается и переизлучает инфракрасном диапазоне вот если на орбите земли поместить черное тело какого бы его сначала давать по бытовому какая будет его температура кто кто как ну поместили черное тело вот она в равновесии вот получает излучение сейчас солнце излучает века диапазоне какого будет его температура да вы рассказываете как получить а так ну побольше побольше пример 300 кельвинов значит чуть поменьше значит 14 градусов цельсия соответственно как 300 кельвинов а вот это тело будет при такой температуре абсолютно черный у них конечно не бывает поэтому а температура излучения в 300 кельвинов означает что тело будет изучать максимум в каком диапазоне на вскидку море какая длина волны молодец а один 10 микрон 10 микрон и это почему это важно потому что если вы хотите обнаружить астероид или боеголовку если хотите вы должны понимать что они все вот эти черные боеголовки сказать скросят там они темные прочее что они излучают в диапазоне около 10 микрон если на расстоянии возле земли ну подальше естественно температура будет пониже и соответственно излучение будет более длинноволновым максимум по вину до смещений так вот вы понимаете что для того чтобы вы видите стероиды нужно уметь наблюдать в инфракрасном диапазоне причем не в ближнем инфракрасном ближе инфракрасное у вас в основном до двух микрон очень мало мест где тоже с плохими условиями там где можно более длинные волны наблюдать земли но только с помощью космических средств так вот значит я просто сейчас вам вернуться мы вернемся к альбедо и и к излучения поговорим важнейшая тема на самом деле значит альбедо называют это учебник я никогда не видел использование вот этого сферического альбедо так называемого на тело при приходит приток излучения часть pitch а любовь излучается во всех пространство называется сферическим альбедом реально в практике в жизни всегда нужно только вот эта так называемая геометрическая или астрономическое альбедо это вот это b который называется что это такое если вы вот например альбедо луны вот у вас здорово в дискои мы весе так если вы возьмете вместо với из-ка такого же размера, абсолютно белый диск, который прекрасно все отражает, 100%. И померите излучение освещенности, создаваемой вот этим диском и реальной Луной. И сравните. Значит, от реальной Луны, но она, конечно, не идеальное зеркало, а не идеально белое тело. Если вы сравните поток, приходящий от Луны, реальный и от вот этой самой, идеальной, то вы получите вот это самое геометрическое либедо. То есть приближаете объект вот этим самым диском, абсолютно белым. И сравнивайте с реальным. Кто знает примерно, какой альбедо у Луны? Ну, чисто по порядку. Можно ошибиться в два раза. Альбедо? Ну, почти в два раза вы ошиблись. Значит, не 0,1, а 0,06, 0,07. Ну, там, зависит от области. То есть 6-7% Луна, в общем-то говоря, такая очень серенькая кельца. Я бы сказал, не черная, но весьма серенькая. А у астероидов бывает даже 2%. Это уже черное тело совсем. Близкое. Понятно с этой, да? С альбедо понятно? Это определение. А сейчас посмотрим, как его получить. Важная характеристика. Важная. А вот как. Есть два основных метода. Это полиометрический метод. Я надеюсь, что... И радиометрический. Полиометрический метод. Вы наблюдаете в разных фазах астероид. И смотрите, какой процент из приходящего света поляризован. Значит, при отражении света от поверхности электроэнергетная волна поляризуется. Вы это знаете, да? Вот. Настя знает. Настя знает, когда вы покупаете полируиды, очки, например, то примерно они вот... Вас... На этом, этим эффектом работают. Поскольку отраженный свет, особенно важный для комбилистов и прочих, попадает в лужу свет. Вы, например, видите на машине. От лужи у вас идет такой зайчик, который глаз вам отбивает. Вы надеваете очки, а они устроены так, что поляризованный отраженный свет, он поляризован, то есть, как бы колебания происходят в области перпендикулярной, вот в этом направлении, горизонтально отраженный свет. А полируидные очки как раз режут этот цвет. И у вас нет блика. Дальше, значит, точно так же при любом отражении, практически при любом, какая-то доля поляризованного вещества. Это вам на физике должны были рассказывать. Наверное, кто-то даже вспомнил. Да? Поляризация при отражении. Значит, интересно, что поляризация может быть не только при отражении, но и при преломлении, когда вещество, когда излучение проходит в глубину. Но там уже вектор интенсивности не перпендикулярно входит, а наоборот, в плоскости распространения вот этого самого пучка. То есть, как бы, перпендикулярно, если вы отраженный свет, у вас перегуляция, составляющая сильнее, а в спреломленном продольная. Вот здесь ситуация, пардон, здесь ситуация вот именно такая. Значит, есть эмпирические зависимости, точно так же и на именинтере, так померяны зависимость степени поляризации от фазового угла. Вот, как иглом освещаете. Довольно странно она выглядит, потому что есть зона, где отрицательный угол, а вот дальше, обычно при этих углах и меря, при больших углах фазовых, вот сюда, 20, там, подальше, сбоку немножко смотрят, смотрят, четкая совершенно такая линейная зависимость. Вот этот угол, наклон, его называют H, он зависит от того вещества, от которого происходит отражение. И связан с альбеном, с отражающей способностью вещества. Вот по этим кривым находят, в том числе и по лабораторным измерениям для соответствующих метеоритов, и по астрономическим наблюдениям находят, на телескоп ставят поляризмит и смотрят, какая-то более поляризованного света пришла при этом углеофазой, при этом углеофазой, при этом, и строят вот такую кривую. Значит, я еще раз покажу вам слайд, поскольку это достаточно уже такой сложная физика, ну, вспомнить ее надо, сложная только тем, что она простая, но сложно ее вспомнить. Покажу еще слайд, который я взял просто из презентации, которую делал Владимир Васильевич Бусарев в 2009 году, он назывался «Стратегический метод изучения малых тел солнечной системы». та же самая картинка, но здесь в этой формуле написано, что для полупрозрачного как бы вещества, для абсолютно непрозрачного будет, вот этого минимума не будет. а вот для полупрозрачного, там, где примешивается еще излучение, которое прошло немножко вглубь и вышло, а оно уже преломилось, и составляющее вот это самое, вот такая вот форма. Ну, давайте так, я не буду дальше объяснять, поскольку надо самим тут подумать, если захочется, но тема очень интересная сама по себе, как популяризаться и узнать, что это такое. Теперь вернемся все-таки к радиометрическому методу, этот понять проще. у вас есть тело, вы от него получаете отраженный свет, меряете в оптическом диапазоне, вот в V, например, да, сколько вы орбеда в какой-то полосе, меряете в полосе V, и в то же время вы меряете, а сколько от него всего приходит излучение. Для этого нужно иметь инфракрасный детектор. Если вы померяете во всех диапазонах, что тело излучает, и посмотрите, а сколько оно, значит, излучает в оптике, вы знаете, сколько это тело получает энергии от Солнца, то вы легко посчитаете альбедо. То есть отношение как бы потока в видимом диапазоне к потоку в видимом плюс инфракрасном, потому что вся основная энергия уходит в инфракрасном, плюс видимый, все. Но для этого нужно уметь наблюдать в инфракрасном диапазоне. Это инфракрасный альбедо, это один из самых главных способов измерения альбедо. вот этот самый, он простой, в понимании физическом. Понятно, да? Так вы немножко грустно смотрите на него. Я, наверное, по левиметрии вас чуть-чуть замучил. Ничего? Распределение альбедо сразу же, как только первые были проведены, было показано, что альбедо для астероидов разбросано не случайным образом, а какие-то есть бимодальности даже больше. Вот видите, группа астероидов многочисленной с низким альбедо. Здесь 10-2 это 1%. Ну вот от 1 до 10% такой пик большой. И значит, с более высоким альбедом более многочисленной. Это довольно старая работа, но она точно также подтверждается совершенно работах свежих уже с участием не только полириметрии красных потоков астероидов, а работа Мосьера. Вот видите, такая же картинка бимодальна. Причем, как для внутреннего пояса, главного пояса, так и для внешнего везде наблюдается вот такая бимодальность. Это говорит о том, что есть две, а может быть больше, но здесь две главных группы тел, свойственные тел. Вот у одних тел отражательная способность высокая, у других низкая. И вот эти выраженные, они распределены случайным образом. Это значит, что тела не конкурированы по отражательной способности. Давайте посмотрим на телескоп, который сделал, он был предназначен вообще говоря не только для астероидов, но для астероидов сделал очень много. Это инфракрасный телескоп с апертурой всего 40 сантиметров, широкоугольный инфракрасный обзорный исследователь и работал ну вот 10 лет назад. Оказалось, когда запустили этот телескоп, он и галактики наблюдал еще на свете, что он обнаружил сразу огромное количество темных астероидов. Темных, потому что они излучают века, в оптическом диапазоне в телескоп мы их не видим, нужно очень долго копить информацию, чтобы увидеть. А в инфракрасном диапазоне излучают, но когда 2% излучает в оптике и 98 века, то пожалуйста, у вас естественно века не эти свечки там стоят. Вот этот Вайз обнаружил сотни, многие даже тысячи астероидов темных совершенно. потом, когда по данным с этого аппарата уже было показано, где эти строй находятся, включались 10-метровые телескопы, которые, конечно, ловили отраженный свет, но это уже большие пушки включались. Понятно. Вот этот Вайз просто нужно отметить, он вот такой был. Если у нас будет лекция по космическим аппаратам, посмотрим, мы, наверное, еще раз вернемся к нему. Это очень важная тема. И сейчас значительное усилие исследователей малых тел направлено на создание аппаратов космического базира для наблюдения малых тел века-диапазоне. Потому что с Земли вот этой вещи вы не сделаете. На работах Вайза основана современная статистика, очень значительная статистика астероидов. Вот, например, альбедо астероидов по данным Вайз. Вот видите, вот эти две группы четко выделены. Две группы астероидов с высоким альбедо здесь по ординате ПВ, это визуальный альбедо в визуальном диапазоне. Вот она, высокая. И с низким альбедо. Вот они, как бы, две группы, вот они, пожалуйста, выделены. Здесь не обращайте внимания эффект селекции, поскольку диаметры здесь малы, и эти объекты наблюдать просто трудно. А вот справа приведена табличка, я в некотором смысле она сделаю, здесь спектральный класс астероидов. Вот то, что я говорил, что мы через лекцию послушаем, что такое спектральный класс астероидов, и что отражает этот спектральный класс, какие свойства. Это очень важное направление исследований свойства астероидов. Вот то, что Владимир Васильевич будет рассказывать, с ним договорились после. Борис Михайлович, а какие там значения альбедо средние и кризисы здесь вот 10-2 это 10-1 10% но здесь единица. Вот видите, несколько странных астероидов, не знаю, может они искусственные зеркальные сделают, вот в них высок альбедо. Но это логарифмическая шкала, поэтому вот она такая. Средние вообще говоря значения альбедо считаются где-то 0,15. Вот средние. Так, дальше. Ну, естественно, раз уж мы научились мерить альбедо, а альбедо нам помогает диаметром померить астероидов, то распределение диаметров по размерам. Я привожу просто вот эти картинки без особого пока описания, а это нам понадобится попозже, но мы, наверное, в следующей лекции. вот диаметры астероидов как распределены. Оказывается, есть уже довольно хорошее согласие между определениями различного рода по данным, скажем, того же самого спутника ВАЙС по инфракрасным. Вот такое распределение. Здесь, конечно, это уже эффект селекции, мы просто малые тела не видим, здесь логарифм диаметра, а это кумулятивное число, то есть число объектов больше данного. Вот число объектов больше, например, такого, это только по спутнику да елки-палки, по спутнику ВАЙС сделано все, не по общему составу. По Слоуновскому обзору, они же в оптике тоже отражают, Слоуновскому обзору вот такая по стороне кривая. Вы видите, что, ну, вроде бы все естественно, больших астероидов мало, а малых много. И коэффициент при этом где-то количество rd-2 степень. А провал есть. А? Провал. А провал это уже физика. Вот это тема очень интересная, это отдельная лекция большая о том, что есть, какая физика проявляется в распределениях по размерам. Но это совсем отдельная лекция, я обязательно когда-нибудь ее прочитаю. Я читал ее один раз всего, и то только для любителей астрономии. профессионально сделаем. Действительно, если есть отклонение от какого-то закона, то здесь доминирует некоторый физический фактор или закон. Здесь надо всегда ловить что-то, здесь есть какая-то физика скрыта. Вот принцип по распределению как раз размеров, это кумулятивное число, то есть число объектов больше заболеванных, и вы можете посчитать, сколько астероидов такого размера, больше такого, больше такого, больше такого. Вот именно отсюда. Ну, например, число астероидов вот это в километрах больше ста километров, вы видите, там может быть несколько сотен. Число астероидов больше десяти метров, ну, где-то под 10 миллиардов подключается. Вот такие примерно оценки количества. Так что открыто уже довольно много астероидов, 700 с лишним тысяч, мы помним, да? Ну, из них подтверждено там 500 тысяч, но еще куча астероидов, так что у вас хватит астероидов для того, чтобы их открыть и присвоить имена всем вашим родственникам, а девушка у вас должна быть одна. Почему-то он засмеялся. А вот давайте совсем простой вещью. Когда я, скажем, для себя вот оценку, вчера мы как раз разговаривали с нашим сотрудником, он там не проектировал, а рассчитывал, что нужно, какую камеру нужно, астероидов, говорю, держите в голове таблицу, когда можете в голове понять H, H всегда публикуется, у вас есть какой H в этих самых таблицах в центре малых планет, H 22 означает, что если альбедо среднее P 0,15, то есть 15%, то это астероид размером примерно 140 метров, а если альбедо малое, то это астероид, конечно, более крупный, но это понятно. Ему нужно отразить столько света, но поскольку отражающий способ медицинской поверхности сдал больше. То есть, если вы хотите знать размеры астероида, вы, конечно, альбедо должны знать, иначе вы промахнетесь во много раз, как вот здесь. Вот достаточно запомнить, что 10-ти метровые телы имеют H 28, а что H 28, значит, вы отсюда можете посчитать при средних всех этих расстояниях порядка одной астрономической единицы, вы должны инструмент такой иметь, который позволяет вам 28-ю величину плавить. Понятно? Если это астероид на расстоянии одной астрономической единицы. он близко к Земле, как А2А14, ну, там и бинокль можно было увидеть. Вот, мы, значит, вспомнили с вами такие вещи. Спектральный класс астероидов это только вводный совершенно слайд. Три основных класса Си, астероиды, которые в основном сконцентрированы на внешнем краю главного пояса астероидов, ну, и дальше тоже такие есть. Класс, видите, их много, отражающая способность низкая, они содержат углистые, гандриты называют, то есть содержанием угля, карбона, углерода, углеродные, темные. Класс С это силикаты и класс М богатые металлические, можно сказать, никелем, железом. Их статистика для этой лекции достаточно, я просто сделал как бы анонс, поскольку лекция будет у нас специально по этой тематике, сколько каких астероидов, у нас вот, Марина работает в этом направлении, недавно докладывала, интенсивно, мы обязательно послушаем лекцию, чтобы вам было понятно. это важное, очень важное направление. Вводные мы сделали и дальше смотрим. Масса астероидов. Ну хорошо, нам бы хотелось узнать, а может быть он, как говорится, большой, как надувной шар, как Эхо-2 в свое время был, когда я пришел наблюдать спутники, летал баллон, здоровенный, Эхо-2, диаметром 45 метров, а масса у него была несколько, там, 200 или 300 килограммов всего. Это огромная оболочка, выраженная в космос, надутая, и потом у нас сверкала и сияла, медленно плыла по небу такой-то, ну такой веперный, что ли, спутник был. Для исследования свойств верхней атмосферы огромная площадь, поэтому торможение было сильным, ну в общем, наука. Но он был легкий, всего несколько сотен килограммов при 45 метрах. Что со стероидом? Как вот мы должны понять? Ведь мы, если мы знаем плотность и стероиды, мы очень много можем догадаться. Например, каменный стероид не может быть плотностью 6. Понятно, что нет таких камин. Это значит, что там металла есть, это металлический стероид. Скажем, характерный, если он совсем, плотность маленькая, это значит, что он не только из легких элементов, но он еще какой-то и пористый, и прочее, и прочее. Много чего можно сделать из плотности. А для плотности нужна масса. Но масса нужна не только для этого, масса нужна для всего. Мы полетели к астероиду, мы должны знать, какая у него масса, чтобы осуществлять навигацию в гравитационном поле этого астероида. Понятно, да? Поэтому два метода. Динамический, понятно, если вы, скажем, малый астероид полетает вокруг большого, в него орбита меняется, здесь вот все, этой простой формулой примитивной все это показано. Ну и, в принципе, можно проанализировать. Обращаю внимание, что современные подходы и современные компьютеры позволяют решать задачу не одиночного пролета, а уравнивать прямо целое семейство. Вы берете все семейство астероидов, все данные астероидические, как и есть, и это с гигантской, с этой матрицей, начинаете ее уравнивать и смотреть на наилучшее находить соответствие. Вот это массовые методы, не нищные, массовые, изложенные. У меня первая работа, меня она порадовала, Кофин, 2014 год. Посмотрите, если у вас есть супер-супер компьютер, вы можете определять массу не отдельного астероида, а сразу в группу. Вот он там, 140, например, определил астероидов сразу. Это сразу увеличило количество астероидов в совместной массе там намного. Ну, это для того, чтобы вы знали, как тут мир двигается. А физический метод такой. Ну, если мы размер промерили, если массу промерили, то... Вернее, если плотность промерили, если плотность нам известна, то можем определить и массу, естественно. Ну, первые оценки были какие? Считали, что средняя плотность... Вот мы считаем, что астероид sfera, это же сфера здесь, что плотность это как у метеоритов, и оценка... Для первой оценки нормально. Плотность как у метеорита. Скажем, по классу это астероид S-класса, плотность камней метеллитов этого типа где-то 2,5 2,5 умножаем и находим массу оценочную а для металла, естественно, больше мы еще об этом тоже поговорим когда Владимир будет говорить а сейчас мы остановимся на форме астероида самое простое на глядей форме астероида полететь фотографировать с разных сторон посмотреть, потом красивую картинку получить можно и другими методами с Земли радиолокационное наблюдение в обводной лекции я вам говорил, что есть радиотелескопы, которые не принимают излучение, а сначала посылают в узком пучке мощный импульс радиоизлучения а потом его принимают, это радар планетарный радар в узком пучке астероид где-то находится посылается, значит этот заряд приходит назад и вы можете, анализируя вот это пришедшее излучение узнать не только скорость астероида до миллиметра в секунду скорость, но и построить его изображение современные разрешающие способности планетарных радаров таковы что на некоторых астероидах я в обводной лекции показывал видно камни размером в 5 метров булыжники это вот на десятках миллионов километров вот такая вот такая штука вы можете получить изображение вы можете получить скорость и можете получить состав вещества из которого астероид сделан верхний слоев точно так же как в дистанционном задерживании земли те же самые методы применяются вот формы астероидов вообще говоря далеки от сферических я посмотрел статистику одну из самых последних работ вот показано, что астероиды в главном поясе в большей части из них ну среднее такое отношение ну грубо говоря, если вы к огурцам приблизите к форме астероида то отношение малой оси и длинной где-то 0,6 ну то есть сферических нет малых только крупные астероиды могут принимать сферическую форму а крупные это больше 200 километров а до этого они вот такие всякие почему у них такие формы? скорее всего это из-за того, что результат происхождения их был такой это была не тихая, спокойная аккумуляция которая в принципе вам дает сферическую форму а это были столкновения, разлет летят брызги в самые разные формы сферический тон труд а вот еще один хороший метод который любой из вас может реализовать при желании, как поверить размер и форму астероида мой хороший коллега из США Дэвид Дэнхэм вот этим увлекается, его команда значит, что делается, как делается астероиды это все-таки крупные тела ну представьте себе там 100 километров да, или там 50 километров это значит, что когда астероид летит а на луче зрения находится звезда то происходит затмение этой звезды так вот, если вы поставите в том предполагаемом поле где тень астероида пройдет камеры, которые просто регистрируют направленную эту звезду то понятно, что если они не попадают в тень то блеск звезды не изменится а если попадают, то будут такие разрывы вот они вот наблюдается астероид Агамена кто такой Агаменнон был? ой, я, наверное, гораздо ближе к Древней Греции поэтому знаю Агаменнон это был тот самый царь у которого прекрасную Елену увел некто Парис Трояннон да, ну он был, он грек был, Агаменнон Парис был из Трои так вот, экспедицию там и отвоевывать опять и воевать в Троянскую войну вот этот самый Агаменнон и был так вот, Агаменнон вот видите, да, какая прекрасная кривая блеска затмения звезды астероидов прямо вот такая четкая ну а понятно, что если у нас есть покрытие, скажем, много камер стоит ну там несколько десятков вы можете вот здесь короткая кривая затмения то есть длительность здесь, длинность здесь вы восстанавливаете форму размер астероида все можете восстановить из этого вот эти характеристики более того, Агаменнон оказался двойным потому что на кривой блеск здесь видите, второй печок то есть не только он затмил да еще и его и спутник тоже затмил затмил звезду и вот обнаружили, что это астероид двойной вот так ну и пример то, как следы эти вот затмения, что ли, звезды вот на нижнем слайде показаны в принципе, вы можете посмотреть статью я Данхам здесь не первый я просто его выделил потому что мой приятель первый автор здесь Тиммерсон вы уже заметили, что я даю ссылки ну не такие подробные но всегда есть фамилия и год найти вы сможете сами в ВДС, где угодно эти работы вот такая интересная форма а почему астероиды вот такие? ну я уже сказал, что это скорее всего продукт эволюции недавно прочитал статью наших же коллег которые говорят, что ООМОМОА астероид вот этот самый длинный там вообще соотношение 6 к 1 по осям или 5 к 1 такой вот он летел в межзвездное пространство и это его пыль обтесала межзвездная пока я не понял как это сделать но в принципе если астероиды на ранних стадиях когда их было много вот этих планетизимарий сталкивались то формы могли быть разные так, я наверное уже перебрал чуть в половине лекции еще ну потому что так интересно не в половине уже ближе к концу вы скажите решить вас самого святого то есть обеда сколько у меня еще? минут 15 есть, да? нету? ну вообще сейчас 10 минут прошло да вы как хотите я могу поскольку считаю это достаточно важной лекцией могу закончить и потом и если сейчас нужно уйти вы скажите не стесняйтесь не держите это в себе скажите ну вы скажите когда то есть моделирование столкновений вот этих стерудов и какие формы одну из работ достаточно свежих вот 18-й год я вам приведу то есть при столкновениях на типичных скоростях которые для них яземаги были могут быть разлеты разрушения слепания и все мы с вами просто немножко еще дополнительно тоже рассказывали поэтому все хотите? мы можем остановиться здесь тогда следующая лекция начнем с этого значит давайте мы зафиксировались вот на этом у нас впереди еще минут 20 наверное вот такого но там будет уже ближе к кометам так скажем сейчас я посмотрю что мне на следующий слайд плотность астероидов типичные плотности астероидов такие есть вот они каменные астероиды в основном ну и плюс еще структура есть астероиды сплошные а есть грубо говоря камни мы остановились с вами на 41 слайде и с 42 начнем следующая лекция следующая лекция у нас по искажениям сближающимся с землей по вообще объектам сближающимся с землей ну замечательно мы как раз плавно туда перейдем если у вас какие-то вопросы там возникают будут вы можете либо камни я все вам дал либо через Алексей Сергеевич он вы Алексей Сергеевич да вы подарируйте и пожалуйста узнайте можно ли 1 марта